Вы понимали? Вот он лежит, да? Вот. И всё, я просто хочу его погладить, а он кидается на меня. И вот он не покушал, хотя он любит покушать. Я даже не могу температуру проверить. Он какой-то дёрганный, как будто я, не знаю, ударю сейчас его. Посмотрите, ушки горячие или нет. Всё, он мне сейчас порвёт просто. Караул, дай посмотрю, ушки. Ушки посмотрю. Сейчас он лапу готовит уже. Доброе утро. Он по-прежнему не хочет есть. Он по-прежнему меня бьёт. И в комментариях, правда, написали, нельзя трогать место укола. Оно даже, по-моему, воспалено у него, что ли. Скажи, писты, ты как могла вообще меня трогать за холку? Стой, не прыгай, не прыгай! Ну, прыгнул уже, иди ешь. Только не в воду. Я тебя умоляю, только не в воду. Ты и так вчера всё разлил. Подожди, подожди. Ну, Соня, да, ему чуть полегче. Ну, знаешь, сейчас буду сцеживать, а просто теперь за холку не хватает. Да, я сейчас, кстати, иду в магазин натуралки покупать ему. Потому что, ну, такое есть, конечно, нельзя. Я просто дороги была, и вот я до сих пор до магазина не добралась. Скажи, ну, наконец-то ты мне нормально еды дала. Ой, с какой же стороны подкусить, ага. Глеб, ну, ты прям балуешь, балуешь. А пассатирка, какая натуралка красивая. Очень полезная, да. Он даже не знает, с какой стороны подобраться. Тут есть всё, и внутренности, и мясо, и мясо костное. То, что он сейчас берёт, это мясо костное. Да, и коты, и вообще все хищники, вот смотрите, они должны разгрызать. И очень важно, чтобы эти мясо, ну, кости, да, они были, не надо тут, были сырые. Когда они будут растворяться. И когда они разгрызают такие вещи, у них зубной камень ещё уходит. То есть это профилактика от зубного камня. Холка. Уже всё легче относится. Всё, вернулся наш чак, наш добрый чак. Наш ласковый. Ты же меня вчера чуть не убил. Тут всё. Ты где была? Ты где? Где ты была меня кормить? Надо было, бойся, бойся. Я ему полумиску ставила и ушла. Посмотрите, да, на этого хулигана. Как он меня вчера порвать был готов. Сегодня такой ласковый. Я вернулся. Говорит, не бросай меня больше, пожалуйста. Хочешь гладить, гладь. Нет, просто холка болела. Всё понятно. Я приехала с таксистом сейчас. Он говорит, а что у вас коты там? Я, говорит, у нас кошки вот так ходим только для того, чтобы пинать их. Как он мне настроение этим испортил? Настя не поговорила. Ну, я очень расстроилась. Конечно, у меня настроение такое. Приехала с таким не очень настроением. Ты мой золотой. Это мы так просим кушать. А вы, гадите, не кормите, он толстый уже. Ну, как не кормить? Машинку включила постирать. Шокия до сих пор. Вот так он ест косточки от крыльев. То есть он сгрызает самое мягкое. Начало и конец. А этого всегда остаётся. Машинка стирает. Кс-кс-кс-кс. Сейчас, как она заведётся, как побежит, всё, взлетать будет. У тебя вообще шок будет. Когда давлю на мочевой, стараюсь потихоньку, но он в иные моменты начинает возмущаться и кричать. И мне кажется, что ему больно. Для меня какой-то стресс. И надо как-то научить нормально, мне научиться нормально его сцеживать ещё. Учитесь, учитесь как надо. Как надо радоваться жизни, несмотря на то, что ты котик инвалид. Всем привет. Сегодня в Москву привозят Тишку. И я на ночь глядя, да, еду в 10-м часу вечера его встречать. Тут у нас вот такой товарищ передаёт ему привет. Говорит, так, я тебя жду. Я тебя жду, а то мне одному надоело. Мне скучно. Всё, я оделась очень тепло, потому что у Москвы очень холодно. Купил на 2000 три консервы для Тишки. И мне его зоокат, или как он там называется. Но его сейчас нету, возьмём завтра. Или сегодня где-нибудь поищу. Дедушка присел, полуприлёг. А тут кто у нас? Тишка пришёл к дедушке. Тишка, ты сегодня к Гаяне едешь. Да, дедушка, а что не на кровати? Или тебе здесь легче? Я ж провожаю. А, ты провожаешь Тишку? Тишку провожаю. Расплатился вот. Всё, сейчас машинка поедет. Дорогие друзья, я приехала на место. Это конечная станция. Домодедовская. Я не могу, к сожалению. Он под автобусы почти не ходит. И Валера, хоть ночью почти не спал, отозвался. Он сейчас приедет на машине. Поедем к Тишке. Тишку заберём. И он меня обратно к метро привезёт. Валерчик, встречай. Ой, Тибо, зимой. Тишечка наш едет. Вон, все ждут. Они ещё... А вовремя приехали. На пять минут отстали. Ещё один. Ещё один. Пошли, Валер. Ты будешь снимать, а я забирать. Все встречают с каждой машиной своего города. Кто Питер, кто Сочи, кто Казань. Мы ждём Ставрополь. О, вот тут наш Тишка. Десять машин одновременно приезжают. И там ещё три внутри. Вот одна снаружи. Три здесь. И ещё три прибудут. Со всей России. Вот наши машины. Что говорит? Животного. Радуется, что их машина. Тишка! У нас Тишка. По именам. Сейчас нам кошку отдают. Не может выехать. Так, ну самый ответственный момент мы не засняли. Тем не менее, сейчас мы в машине. Тишка вот спрятался, всё, другую ехал. К метро подъехали. Сейчас мы его возьмём. Я его возьму за пазуху. Видишь бы он не сбежал, Валер. Опа. Да я на... Сейчас я вот тут штану. Да, вытащила. Да. Он просто убегать хочет. Вот так я его положила. Да. У него прям лапы крупные стали. Ну полтора года он уже должен быть вообще пятикилограммовым котом. А он никуда, никуда. Давай, Ганн, аккуратно, как приедешь, мне смс. Всё, спасибо, давай. Тишка, ты москвич теперь. А? Сейчас, ой, метро сейчас испугается, да? Ну ничего, я его закрою. Метро уже пустое. Тишка. Вот так. Сейчас нужно войти. И брался в рюкзак. вот так и идем и идем я вперед рюкзак надела будет в переноску в нее залез но мы уже приехали сша полтора километра топать и мы дома что мы проходим до тишка здесь лишь бы не замерз и погнали вы не представляете мы потерялись на наплутали полчаса если не больше надо было с метро выйти пойти направо потом в подземку я пошла прямо учат не то пошла налево повернулась потом другую сторону все-таки нашла и вышла опять не там потому что там еще навигатор глушится связь и вот мы только дошли только дошли сейчас будет теплая квартира чак тебя встретит все будет хорошо покушаешь чак с тобой поделиться там такая вкуснотища тебя ждет чишка что-то скажешь по этому поводу а что то что то скажешь все сейчас увидит он своего друга чака оптом я начала в москву всех возить что тут в хорошей клинике пояс нормально все зажил смотрите какая девушка на нем шарфик себя сняла и так что такое ой ой мы кошачьего нашли я дам чака вакцинировали и вакцинировали так есть что вас там есть покушать покушать я могу не прочь чак такой гайна тут его привела нового это что вы тоже будет подчас говорит ему что я тоже смотрю нету виды они обделяют нас она точно нету еды гайна ты чё еду не даешь еще одну живущую морду провезла он все кишка нашел дом фиг выйдет теперь так жрать давай сейчас куртку сниму хотя подожди нету попросить по человечке он требует миска 1 поэтому ему прям царской так сказать а тишки вот тишка а чего это ты спрятался я не поняла чего это такое за новости посмотри что тут есть ладно вот так сердечек хотя бы сердечек конечно у него стресс сейчас трес придет носа домик нашел сейчас я ему туда постелю пледик мягкий пусть он спит глаза конечно огроменные ну все тишка кушает вот так ему постелила юленька которая нам квартиру предоставила точнее ну от ее мамы да купила смотрите лоточек наполнитель там много всего и обработки делать вот так он кушает переноски это без меня без меня вы без меня кушать решили видите как он знает хорошо лоточек а ладно не будем его смущать хвост длинный как он спит посмотрите а жопка мамина и итак дорогие друзья сегодня мы едем с чаком в реабилитационный центр это находится подмосковье в деревне если добираться сперва пешком до метро потом с метро до конечной туда на маршрутке оттуда еще пешком выходит около ну грубо говоря трех часов в одну сторону вот поэтому мы решили поехать на такси чтобы его не морозить и это было быстро пошла на такси полтора часа сейчас покажу как мы писюкаем то есть самый удобный вариант когда он стоит задними лапками тоже стоит становись и ложись он любит ложится знаете я вам говорю нельзя ложится стой он передние лапки берет и подкашивает зачем ты это делаешь эти рабочие не подкашивай задние становись вот так вот что лежа начинает орать что как будто ему там не до зажимаю ну хорошо даже если лежа мы будешь сейчас орать самая удобная поза это конечно стоя но в естественном положении он так мне вот задняя лапа его так меня сжимает стоп 2 лапка тоже сюда идет не пачкался одну так и пачкается удобно конечно стоя но он ленится стоя он ведь не хочу я стоя помучайся пожалуйста а так фиг пойми что получается товарищ скажи пожалуйста что получается стой перед ними передний лапы рабочие стоять не ложится стоп я приобретал целом центре заставят работать он ложится берет и ложится да будешь бегать вот этими ножками которые четку делаешь о прям прекрасно и попробуешь ляжешь ленивое создание весь меня цикла хорошо получается писюкать а он хочет лечь ну это караул конечно хулиган но мы поехали к врачу я же вызвала такси точнее ну эту деревню к реабилитационный центр тишка остается он какой-то вялый очень не он не нравится вечером приедем посмотрим если что в клинику поедем как он как обычно но у него стресс это столько денег ну да мы приехали в реабилитационный центр так красиво выглядит все привезли чака идем чак вот орет посмотрим тут вход интересный дизайн такой у реабилитолога д казе не понял что происходит его кроссе живы ну стоя он даже ленится передними лапами стоять но у него затем у вас получается весь объем стидеть знаете когда на боку высшиваю он начинает кричать мне мне кажется мало ли можете мы диафрагму ли что-то зажимаю просто надо стереться обязательно полноценно потому что если моча там остается знаете как старый добавляется новый поэтому это очень важно может покажете как у меня шишки да конечно сейчас мы с вами все когда вы его нашли а два месяца назад наш родились у вас остается нет он едет в питер как бы добрые руки добрые руки у них я думаю это в клиник пойдут а им и пока что так ну что как назовут чак киселек а киселек у нас лишний вес довольно очень много не может вставать конечно кошка вопрос вот к таким а точно ли ему очень надо ходить я не знаю но может со спиной походка ему лучше будет ну он так передвигается по квартире дружище киселек давайте в первую очередь снизить вес разобраться как следует его мочевым качественным сцеживать и если у него есть хорошие ручки которые выберут нет мы можем с вами начать работать но перспективы крайне не очень вот это лучше лишнее убирать сейчас мы еще сцедимся посмотрим что у нас там и просто по часу почесать так не кастрированы пока нет надо кастрироваться а из-за этого мне с вами вначале легко было его сцеживать у него тамичного чего-то сильно не сцедим я вам расскажу почему важно хорошо сцеживаться это жизненно важно самое важное что вы должны сцеживать это качественно сцеживать вот он так и раньше больше это неприятно но не было у него тоничный мочевой какой а тоничный это покрыта знаете когда вы взяли шарик надули его а потом его сдули он такой не держит форму просто он не известно сколько вообще прожил в таком состоянии и просто но не из него вытекала это да вы с мочевым что-то делали нет узи мочу брали машине брали ипотек нет нет ничего ну смотрите буду реабилитации могу написать лару можете дома это делать мы с вами заселиться это будет достаточно дорого но по факту шанс что он куда-то пойдет крайне мало мы можем с вами как мы можем оставить его дней на 10 попробовать позаниматься и посмотреть выдает он нам что-то или не выдает прогноз не очень хотите можно попробовать ну просто бывает кому-то я говорю прям срочно очень надо и никак иначе просто собакам это гораздо больше нужно потому что они идут гулять а вот этой плюшечки надо отрезать яйца надо сделать узи мы можем сейчас если окошко есть проузиться взять например а я правда все сцедила молодец ну может там что-то еще осталось попробовать например подумать задать ему анализ мочи и убедиться что с мочем но если на самом деле на опции ничего не будет все неплохо то можно не сдавать просто убедиться что у нас в этом все в порядке и даже худеть ну хорошо просто голодал с удовольствием он переорет постоянно я поняла я поняла это плохо для сердца плохо для внутренних органов плохо он будет лежать и жиреть жире и даже то есть все спинальники их всегда вы кормим чуть меньше или сам все время просит чтобы не было стресса потому что даже вот на подоедает сам страдает значит он должен не кушать низкокалорийный корм животик набит он доволен он так то может там забраться сам на диван и так далее как бы жить полноценной жизнью а если он будет вот такой то он не сможет нет он будет такой милый жирный ну да я поняла вот как-то так давайте чуть-чуть очень хороший кот прям характер отличный ты будешь молодой котяра тебе надо яйца отрежьте да все и все будет хорошо да ой какой славный котяра вот ну чё подумайте будем оставаться на 10 дней или сэкономим деньги и не будем пытаться и не пытаемся а шансы у него такие маленькие шансы у него маленькие может кому-то сделать я подумаю сколько стоите тобой сейчас я посмотрю по моему 2 700 день проживание со всеми занятиями по моему так сейчас я смотрю что у нас хорошо сейчас делаю тузи мочевого нашему товарищу моча однородная осадка ничего такого не вижу стенками толщины все спокойно моча однородная а как у него чего-нибудь кругленький или тоничный сейчас я покажу вам не скажу я совсем отлично в целом держит форму то есть он не прям расплющенный кучу пушечку он вообще прекрасен я тоже в него влюбилась решили заселиться на 10 дней я решила попробовать все-таки я здесь состав аврополя приехал сюда приехала как-то так мы не попробуем его реабилитировать нет я даже не попробую тебе будет такая лапочка ребята будут худеть будут мало кормить ой тебе так не понравится заниматься заставят ой по-моему он недоволен что я был тут на диету посадят и еще заставят заниматься как гэнта че с ума сошла ты чё гэд меня на диету как так 4 430 все поставить а вот тут он будет жить да можно выйти будем ну вот все мы жарать теперь из клетки спасибо все мои дорогие оставила я чака ну попробовать же надо раз я уже здесь я понимаю него есть хозяйка которая вас ждет но в питере мы что-то не нашли реабилитационных центров ну раз он уже здесь ну давайте мы попробуем я понимаю что также котам не так актуально ходить как собакам не так это нужно а вдруг получится шансы конечно маленький несла депозит 30 тысяч рублей меня такси ждет все я приехала домой не тошнит неимоверно тишка бедненький ну что ты меня дождался тишка посадить на его шерсть просто ужасная какой он ласковый горе чего так тебя не было ты куда уезжала а что это мы хотим сказать таким смешаным смешаным взглядом а